Готовятся к проведению второй операции, которая будет не менее тяжелой и, на мой взгляд, решающей. Идут разговоры о оружии массового уничтожения. Его может остановить только сила. Удар по Польше. Это реальный план. И от этого зависит жизнь очень многих наших людей. В чем же этот секрет Чернобаевки? Всем здравствуйте. Это Политбюро. Я Александр Шелест и генерал Вомоненко с нами на связи. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Множество вопросов. И давайте обо всем по порядку. Наверное, для поступительного вопроса я бы предложил вот этот слайд. Сейчас наши зрители увидят. Это в ООН. Подсчитали, что это за война за месяц. И, ну, кроме всего прочего, сейчас видят зрители, сколько гражданских, сколько детей погибло. Но в общем итоге, очень интересные цифры, соотношение убитых и раненых 40 на 60. Это беспрецедентно, потому что получается, что каждый второй, кто получил ранение при обстреле, погибает. Вот какой для вас был этот месяц? Это месяц был тяжелых испытаний не только для меня, но и для всего нашего народа, особенно военнослужащих вооруженных сил Украины, силовых структур. Это месяц, когда нашему государству, народу нашему удалось сорвать этап войны, которая на этом этапе называлась, на мой взгляд, война и велась, как война на уничтожение государства. И мы устояли, мы сорвали эти планы и эту операцию первую наступательную. Я подчеркиваю, первую, потому что руководство России не отказалось от дальнейшего введения войны. Они собирают резервы, готовят технику, собираются силами, перегруппироваются и готовятся к проведению второй операции, которая будет не менее тяжелой, на мой взгляд, решающей. Она обретает знаки со всеми вытекающими для нас позициями и как выводная часть степень ответственности за подготовку к этому этапу войны. Но все-таки такое количество жертв среди раненых, это не наши подсчеты. Это свидетельство о том, что идет такое вооружение и такие обстрелы, которые при нормальном введении войны по всем правилам и законам соотносились как 20 на 80, даже 10 на 90. Имеется в виду, что 90% раненые и среди них 10% убиты. Как вы, как эксперт, прокомментируете именно этот удар по мирному? Это война с использованием техника и вооружения других возможностей. Поэтому мы сейчас анализируем тот этап ее, первый в течение месяца, в котором были использованы все виды ударного вооружения, авиабомбы, ракетное оружие, системы залпового огня, артиллерия мощная, которая привозит к таким результатам. Но это не конечный этап этой войны. И уже сейчас, ввиду того, что анализируются перспективы, в том числе и со стороны российского военного руководства, политического руководства, они ведут разговор о оружии массового уничтожения, которым является биологическое, химическое и даже тактическое ядерное оружие. И это не пустые слова, они ведут в этом плане, вели подготовку, как мы знаем, по-химическому со 100 американцами, которые до войны у нас тут бегали по Украине, биологическое, о лабораториях, в которых украинцы разрабатывали якобы это оружие, ну и заявление еще в 2014 году Путина после оккупации Крыма о том, что он был готов применить и они как руководство тактическое ядерное оружие в случае, если НАТО вмешалось бы и поддержало своими войсками Украину. Это, конечно, угрозы, запугивания, но они достаточно эффективны. Мы видим, что руководство западных стран во главе с американцами не пошли на существенно эффективную помощь до 2014 года, что привело к оккупации и боевым действиям в Крыму, оккупации и боевым действиям на Востоке. После этого были введены малозначимые санкции, которые позволили россиянам, Путину в первую очередь, подготовиться к более тяжелой войне, которую они сейчас привели. И теперь в ходе этой войны мы видим о ее последствиях, о которых вы поднимаете вопрос. Снова возникает вопрос о более эффективной помощи вооружениям, именно тем вооружениям, которое может остановить нанесение этих ударов, в первую очередь, с воздуха. Значит, у нас имеют место проволочки, у нас имеют место нерешительность. И вот эта линия Запада на протяжении 10-20 лет, которую проводят, подталкивает Путину к его следующим действиям, и его экспансии. Надо делать выводы, переходить совсем к другому отношению к этой войне и к Путину как руководителя, организатора ее. Игорь, вы говорите о химическом оружии, о химическом оружии говорит и Байден. Больше, мол, если Россия применит, то тогда мы вступим непосредственно в конфликт и будем принимать активнее участие. Ну, а что это значит? Потому что, когда слушали Байдена, вчерашнее его выступление, ответы на вопросы, вот эти моменты, много было пауз, много было недомолвок, обрывистых фраз. Такое ощущение сложилось, что Байден бы хотел сказать что-то большее, но что-то его останавливало. Как вы оцениваете вступление в горячую фазу штатов в Украине, если будет химическое оружие? Чем в большей степени руководство западных стран, в первую очередь американцы, будет себя проявлять нерешительно, невнятно, тем большая степень будет в возможностях Путина применить эти виды оружия, поскольку он воспитан на питерской ситуации, подворотне, драк, и, значит, с этим опытом он пришел в КГБ, где были, продолжалось обучение всему негативному, что есть в этой организации по отношению к человечеству, конкретным людям, по их уничтожению, по отношению к этим людям. И вот с этим он стал руководителем большой страны, которая имеет ядерное оружие и имеет влияние на ее применение. Поэтому все это предыдущее должно отмести любые иллюзии с той точки зрения, что его что-то как-то может остановить. Его может остановить только сила. Опыт работы за 30 лет с россиянами показал, в том числе, личный мой опыт в участии в переговорах, в возглавлении делегаций военных по различным поводам с российской стороной, что они на этом воспитаны, на агрессии, эспансии, на силы и воспринимают только сильное поведение. Если ты дал слабину, начиная от формы в голосе, во взгляде, в поведении и кончая по сути рассматриваемого вопроса, значит, еще не закончив переговоры, ты уже проиграл. И это давно надо было понять Запада, но они все экспериментировали. Обама с его перезагрузкой. Ну и дальше по руководству в этих колебаниях, в незавершенности оценки ситуации и непринятия тяжелых, ответственных, но решений в противостоянии с этим всемирным злом в виде России и Путина, который его возглавляет. Скажите, вот эти данные CNN, которые опубликовала, что Украине нужно 500 сингеров, с жевелином в день, вот такой запрос от Украины, кроме того, понятно, системы ПВО и другое вооружение, как бы вы откомментировали то, что опубликовал Запад? С одной стороны, казалось бы, 500 в день – это многовато, потому что у нас месяц за плечами этой войны, а с другой стороны, ну, не мало ли ваше мнение по этому поводу? Я вам отвечу, как не просто военный человек, профессионал и руководитель одной из лицов в руководстве вооруженными силами в свое время Украины, а как профессионально подготовленный специалист противовоздушной обороны, 500 стингеров, ну, не обязательно только и исключительно стингеров, можно и другие, но по возможности не менее эффективные переносные зенитные ракетные комплексы не решают задачи противовоздушной обороны в этой войне, поскольку переносные зенитные комплексы эффективны на малых высотах, на малых дальностей, и они способны уничтожать ударные летательные аппараты, самолеты на малых высотах, вертолеты, беспилотные летательные аппараты. А мы видим, что опасаясь применения нашего ПВО, их ударная авиация может подниматься более высоко, подходить к районам применения своего оружия, а потом только, ввиду там отсутствия опыта, боязнь быть уничтоженным, снижаться и применять это оружие. То есть достаточно долго они могут подходить по протяженности маршрута на высотах, которые стингеры и подобные им переносные комплексы не достают. Поэтому, кроме этого, нам нужно как минимум еще комплексы хотя бы среднего радиуса действия, такие, как мы запрашиваем, которые мы быстро можем освоить. Это комплексы С-300П и С-300В-1. Ну, также стрелы, также осы, которые, в общем-то, сформулированные американцы с этим согласились и они пообещали помочь еще переносными комплексами были известны стрелы А-3. То есть все это хорошо, но мы помним, как нам были обещаны истребители и разговор о них до сих пор и он продолжается. Вопрос времени. Время сейчас в войне такого вида содержания играет принципиально. Это всегда важно в войне, а для нас сейчас особенно. Поэтому задача идет на выполнение подготовки к такого рода действиям буквально на дни, недели и дни. я это подчеркиваю, и от этого зависит жизнь очень многих наших людей. А примеры того, если это не делать, вы уже приводили по тем потерям, которые имеют место. Игорь, скажите, пожалуйста, мы говорим об этой помощи и говорим об каких-то таких упреках в сторону НАТО, но если так посмотреть и пытаться абстрагироваться, то мы видим, что Соединенные Штаты Америки достаточно проактивную позицию занимают, а недалеко. Каждую неделю 10 миллиардов долларов из Европы кочуют именно Соединенные Штаты Америки. Европа, конечно же, беднеет, секретит свои вооружения, но выгоду получают по большей части из всего происходящего Штаты. Поэтому возникает логичный вопрос, а Штатам есть смысл это все одномоментно, быстро и решительно закончить? Я понимаю, что в этой войне есть интересы украинцев и государства в Украине, а есть интересы например европейских лидеров и стран в Украине и кроме того отдельный вопрос интересов Соединенных Штатов. Понятно, что за счет такого рода войны Соединенные Штаты использовать могут ситуацию для того, чтобы вывести Российскую Федерацию с стратегических мировых игроков высокого уровня и перейти от триумвирата к двумирату или управлению миром Америкой и Китаем на какое-то время ближайшее по крайней мере. Но не все так однозначно в этой войне Россия Путин ставил себе несколько другие задачи и он пока от них не отказался и продвигается их осуществляет давление и достаточно эффективно спекулирует возможностями теперь уже применения и массовых видов оружия о которых мы говорили. Поэтому время, когда известно, что такая позиция американцев в свое время во второй мировой войне только затянула ситуацию и значит, когда они увидели к концу войны те потери которые несут и могут иметь дальше они решились на применение ядерного оружия то есть прецеденты использования ядерного оружия в войне были можно отдельно говорить о их целесообразности эффективности и так далее так сказать как-то так цинично оценивая может быть ситуацию и перекладая ее на эту войну но мы не только можем себе это позволить а должны делать такой анализ потому что наше государство наш народ стоит перед угрозой использования оружия массового назначения в этой войне Путиным а нашли народ потому что последние сутки все активно обговаривают ядерный удар по Польше ну чтобы испугать чтобы не дать соседней стране с Украиной ну вот дальше ее поддерживать так как вот она поддерживает последний месяц удар по Польше это реальный план или такая пугалка план реальный но это во вторых в первую очередь перейти к Польшу не победив Украину это значит не достичь цели логика и не логика потому что он идет и так и так по пути достижения своих целей Путин имеется ввиду заключается в том что сначала надо уничтожить государственность Украины а потом переходить к следующим возможным странам поскольку война на 2 3 или сколько то фронтов это новые испытания которые не смог пережить со своей страной фашистской Гитлер в свое время история кого-то учит кого-то нет но это уже вопрос к лидерам других стран ну и в целом мирового сообщества но так или иначе надо как можно быстрее делать объективную оценку угрожающей ситуации и осуществлять выводы которые в ближайшее время должны превращаться в помощь военно-техническую для Украины для того чтобы не реализовался второй вопрос по Польше и далее по списку Путина скажите вы как специалист вот именно как специалист как думаете а в чем же этот секрет Чернобаевки над которой все соцсети смеются и ну вот одиннадцатый раз там ну и все равно туда приходят силы Российской Федерации ну в чем в чем секрет почему они туда идут если это все под обстрелом это не секрет это как бы быстрое и простое решение для руководства Генералитета Российской Федерации по обеспечению достижения своих целей на этом направлении оперативном то есть вот Николаев Юг и достижение поставленной цели выход чуть ли не на предисловие то есть нужен плацдарм там хорошо оборудованный аэродром и поэтому определенные лучшие возможности по переброске войск и логистики обеспечения логистики с Крыма но здесь вопрос в другом в том что они еще во многом стоят на советских подходах в проведении этой войны в отличие от вооруженной силы Украины которая во многом освоила натовские подходы и приобрела свой опыт со временем со временем ведения 14-го года войны на территории к сожалению своего государства потому что на территории однако этот опыт был очень важен и мы видим как он реализуется сейчас в войне которая происходит сейчас так вот в подходе просоветском российском заключается в том что решение принимается самым верхним начальником по ситуации пока пройдет оценка дойдет вверх потом поступит команда дойдет доисполнительное уходит достаточно много времени по натовским стандартам возможность принятия решения в определенной степени отводится командирам нижнего свина то есть на их реакцию на их профессиональный подход это укладывается в стратегию безусловно который управляет верхние эшелоны власти военные но это дает возможность реагировать быстрее и быть более эффективными и вот Украина применяет именно такой подход а также опирается уже на свой опыт войны с 14-го года и войны которая происходит сейчас по-любому не надо заниматься шапкозакидательством противника его недооценивать говорят лучше переоценить чем недо а вообще желательно быть объективным и только на объективных данных своей разведки и союзников правильно подготовить и провести операцию организовать боевые действия и тогда они будут эффективными и будут добиваться цель поэтому как бы они там не изгалялись надо испытывать если они будут это делать 12 13 15 20 раз а это дает нам возможность их уничтожать как живую силу так и технику вооружение то это надо делать и каждый раз разом более эффективно чем в предыдущий раз вот подход к успеху что сейчас в изюме противоречивые данные потому что украинская сторона официальный Киев говорит что нет ребята все не так однозначно как уже подает Минобороны Российской Федерации мы все еще держим подступы к городу на юге вместо этого мы слышим что ну вообще города фактически он перепахан это так второй Мариуполь уже называют но с точки зрения позиций вооруженных сил Украины они якобы побеждены и возникает очень множество вопросов на этом направлении ведь это стратегическая точка вообще на левобережную Украину здесь соглашаюсь с вашей оценкой относительно якобы поэтому окончательной победы их в этом районе нет идет ожесточенное сопротивление наносятся удары противник перемалывается опять-таки живая сила и техника и по нашим ресурсам и возможностям мы стараемся сделать этот процесс еще более эффективным скажите вот все-таки все-таки позиции вооруженных сил Украины они исходят ведь из того что есть куда отступать есть куда перемещаться вглубь страны или же у нас по принципу Мариуполя костями ляжем и никого не пропустим насколько здесь мысль военная это не о патриотизме это не о каком-то знаете вот ура вперед мы всех победим а вот о какой-то военной мысли вот как вы ее оцениваете именно которая исходит из самых верхов верхних кабинетов украинских Украина не такая большая как Россия ее территорию где можно себе позволять периодически исторически как мы это знаем отступать до Москвы за Москву и так далее имеют такие возможности поэтому фактор масштабов театра военных действий мы учитываем он скромнее меньше и в том числе из этого исходя нам приходится отстаивать любой город любое село любую возможность по обороне по нанесению урона противника и отсюда во многом происходят те действия которые имеют место в Мариуполе вокруг Харькова в отдельных Чернигове и в отдельных других местах поскольку мы четко представляем что несмотря на их потери их потенциал пока еще по технике и живой силе значит составляет две трети от того что было это серьезный потенциал и предстоят очень серьезная организация боев за то чтобы его перемалывать дальше и достигать конечных для Украины позитивных результатов в этой войне Игорь ситуация на неподконтрольных территориях это очень интересная новость о том что якобы Захарова вышла сказала что Украина уже потеряет свою государственность а на территориях которые под сапогом оккупанта будут создаваться военно-гражданские администрации уже даже какие-то вбросы есть о том что в рублях какие-то бюджетники что-то получили на юге Украины но ведь это совершенно идет в разрез с заявками и заявлениями нового не нового а верхнего самого верхнего военно-политического руководства Российской Федерации того же Путина Медведя что мол мы хотим чтобы Украина была нормальным соседом кто с кем торгуется значит вопрос не в торговле а в том что надежды у них были определенные по опыту того что происходило в Крыму и на востоке нашего государства на территории Донецкой и Луганской областей но все это не подтвердилось однозначно было разрушено и мы видим поведение наших граждан на территориях временно захвачены они осуществляют сопротивление администрация пытается продолжать активную деятельность проукраинскую то есть вот на демократических основах показать в первую очередь мира ну и своим гражданам о том что вот таким образом уже организуются из этого ничего не получилось и это наша очередная победа поэтому они были вынуждены прийти к военному администрированному это поведение оккупантов похожих на гитлеровцев например в свое время ну и других стран которые пытаются захватить по в ходе войны какие-то территории и организовать там управление ситуацией у нас на этот счет был своевременно может быть не совсем своевременно принят закон о национальном спротиве вот опираясь на основополагающие моменты в этом законодательстве надо соответствующим образом организовывать военную борьбу как на территории украины свободной за которую мы боремся дальше так и на оккупированной части где переходить подпольной партизанской борьбе борьбе без оружия борьбе с оружием во всем спектре борьбы которая может и имеет место для того чтобы противостоять противнику для того чтобы его все в большей степени эффективно уничтожать у меня есть еще вопрос по городам это наша традиционная часть беседы я хочу начать с депра потому что обстреляли военные части прошлой ночью прошлой ночью от того дня когда мы записываем эту беседу понятно что сейчас очень интересная история то есть если в начале войны россии против украины можно было и как бы уголовно не было наказуемо фотографировать сообщать куда именно прилетело то сейчас это ну скажем так вне закона такая деятельность и многие от этого метаются не понимают ну как ну это уже прилетело о какой корректировке может идти речь я хотел бы ваше мнение услышать но в этом же Днепре сообщили о том что тоже очень интересная новость о том что будут срезать вот прям срезать спутниковые тарелки в городах коммунальные службы мол проанализировали опыт Харькова других городов и мол не позволят городские власти превратить Днепр в то что превратили оккупанты в другие города поэтому вот тут такая мера мол это никто не понимает почему это важно но это вот очень важно как бы вы объяснили вот эти спутниковые тарелки и ну вот эту политику которая направлена на то чтобы не дать попасть или ну там не дать информации быстро распространиться после ударов по территории Украины я как доктор технических наук на этот счет могу ответить что есть технические возможности в передаче достаточно быстрой информации диверсантам и людям которые способствуют передаче информации о состоянии объектов на территории обороняемых и поэтому ну надо проанализировать этот вопрос каким образом противостоять этого с учетом того что война формулирует свои требования но они должны быть понятны наши граждане патриотично в большинстве своем настроены очень многое могут понять принять и способствовать реализации какого-либо подхода если это будет направлено на то чтобы сберегалось их жилье родной город селение то есть здесь надо провести соответствующую разъяснительную работу и например показать к чему может привести невыполнение подобного рода действий не надо я очень хочу вам задать вопрос это же это же очень и очень понятная вот такая история выходят представители власти говорят будем срезать спикниковые тарелки не отключать не каким-то не просто срезать потому что его можно не срезая использовать для того чтобы передавать эту информацию к сожалению вынуждены завершать такая есть необходимость поэтому давайте или как-то и тоже буквально в течение минуты или мне надо покидать наш эфир ну и мой последний вопрос это 9 мая как такое время че для путинской России по завершению этой операции это будет такая первая победа или победа какая-то другая сколько жизни еще значит мы мельком оговаривали каким образом он и на чем был воспитан поэтому естественно вот эти помпезные большие затратные мероприятия на котором должны воспитываться первую очередь граждане своего государства и причем организован таким образом что они не видят что при этой помпезности в свое время когда приезжали лидеры многие государства участвовали в этих мероприятиях и сведлось до каких-то отдельных единиц но несмотря на это делается подача пропагандистская поэтому в данном случае есть попытка организации такого же основа мы знаем что они планировали в Киеве на Хрещатике проводить соответствующий парад проводить концерт Газманова и так далее победной парадной формы везли медали освобождения определенных наших городов и прочее в связи с этим я хочу сказать что это их планы они будут нами разрушены и в дальнейшей борьбе будет показана наша правда наша свобода и наша перспектива собственно говоря с которой никак не может смириться Путин в развитии нашего государства ну пускай так и будет генерал Романенко был вместе с нами спасибо вам большое за эту беседу спасибо всем кто посмотрел это видео держимся и Hasta Субтитры Ciao H Продолжение следует...